Вы, наверное, обращали внимание, что церковь называется телом Христовым, а мы называемся членами тела Христового, то есть клеточками. И вот теперь подумайте, на что нужно тело? На что нужно? Клеточки. Существуйте сами по себе. Как клеточки сами по себе? Клеточки существуют только в теле. Создано тело, единое. Почему называется, кстати, соборное по-гречески? Это означает нечто иное, как целостность. Христос сказал – создам церковь мою, и врата адов не одолеют её. То есть этим самым показано, что теперь мы все являемся членами, если хотите, клеточками, частицами кого? Вот того духовного образования, целостного образования, которое именуется телом. Мы в нём как нечто целостное, единое – организм, лучше сказать. Мы говорим – тело, лучше бы сказать – организм. Организм Христов, членами которого мы можем теперь являться. Слышите? Чего не было до этого. И именно поэтому, являясь членами этого тела, мы и становимся кем? Мы становимся Христовыми, то есть становимся жителями, если хотите, членами Царства Божия. Вот, оказывается, о чём идёт речь. Они просто только как институт. А внешняя сторона, которая действительно воспринимается нами как институт, здесь имеет своё огромное значение, потому что только в Церкви мы узнаём, что Евангелие – это есть Евангелие. А на каком вы сами считаете, что это Евангелие Христово? Откуда вы взяли? Откуда взяли, что это Священное Писание? Только узнаём это здесь! А как нужно молиться? Может, вот так, как мы говорили – быстро-быстро? Нет! Только в Церкви! Мы же в Церкви всё узнаём! Истинной веры, начиная с самого Священного Писания, истинной духовной жизни! Поэтому Церковь как институт, как вот это образование внешнее, видимое, доступное, крайне необходимое! Мы без него не можем ничего знать, ничему не можем научиться! Мы только в Церкви узнаём, кто святой! Мы в Церкви узнаём истинные веры, как они даны в соборных определениях! Видите, мы в Церкви только узнаём об этом! Вот почему нужна Церковь как институт! Ну, не смешивайте! Церковь как институт нельзя отождествлять с Церковью и Телом Христовым! Институт может быть и ошибочным! И вот сейчас мы говорили о Церкви как институте, католической церкви! Посмотрите, куда пошли! Прелесть и заблуждение! А институт? Ещё какой институт? Это посильнее наших православных институтов в плане внешнем! Куда сильнее! У нас, не знаю, сколько в православии даже епископов всего наберётся! Не знаю, 500, может быть, не знаю, сколько! Но, в общем, несколько сотен! А там, в католической церкви, уж, наверное, ну, свыше шести тысяч! Чуть не семь тысяч епископов! Ну, как! У нас сколько школ наберётся? Во всём православии! Совсем немного! Там! Что вы! Тысячи и десятки тысяч! Так же количество монастырей! Всё навсего! Дело по этому церкви – это, как институт, это вторичное явление! Это внешнее явление, которое можем наблюдать! А самое главное – совсем не то! Церковь есть организм Христов, клеточками которого мы можем стать при соответствующих условиях, то есть при правильной духовной жизни и принятие соответствующих, конечно, таинств правильной духовной жизни. Мы можем стать клеточками Христа какого? Который сел одесную Бога Отца! То есть человечество, человек, человечество, как природа, вознесено на высшую ступень славы, которые существуют в этом тварном мире. Как вы знаете, во всём древнем мире кто справа сидел? От царя! Первая фигура в государстве! Так, оказывается, и человечество вознесено теперь на какую ступень? Воссел одесную Отца! Вот куда вознесено человечество! Вот в чём церковь! Почему? Почему она велика, нужна, и что она есть как таковая? Вот так! Академия! Академия! Субтитры создавал DimaTorzok